добрый день мои дорогие зрители приглашаю к себе на кухню сегодня я хочу испечь творожный торт для этого нам понадобится 600 граммов творога 200 граммов сметаны 50 граммов крахмала яйца 4 штучки щепотка соли чайная ложка ванильного сахара сахар 150 граммов сахара форма размеров 22 сантиметра у меня форма силиконовая такого размера а если у вас обычная форма то застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом я даже силиконовую форму вот вы заметите смазала потому что очень нежное тесто и чтобы не пристало на всякий случай смазала и силиконовую форму а вы обычную форму сначала застелите пергаментом и бока и дно конечно и смажьте сливочным маслом вот эти ингредиенты нам понадобятся сегодня и еще конечно самое главное нам понадобится хорошее настроение первым долгом отделяю желтки от белка белки сразу же отправляю в миску которая мне понадобится осторожно отделяем обязательно в сухую миску совершенно сухой должна быть миска так другую емкость отправляем в тороп а белки у меня здесь добавляем сюда же сметану крахмал и желтки и желтки вот такую однородную массу все превращаем теперь взбиваем белки вот посмотрите как я взбила белки переворачиваю и держится хорошо надо взбить белки как на безе видите так теперь постепенно добавляем сахар сахар вот уже взбила сахаром вот посмотрите как получилось вот так теперь надо добавить щепотку соли и чайную ложку ванилина у меня тут как раз чайная ложка осталась все все еще раз вот посмотрите какая масса получилось шикарное безе вот как форму держит даже теперь это осторожно отправляем к творожной массе постепенно постепенно очень осторожно нежно перемешиваем все 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 Перекладываем в форму и отправляем в разогретую духовку на 40-45 минут примерно при температуре 180-200 градусов, но это зависит от вашей духовки. Отправила в духовку и я вам раньше и говорила, но еще раз повторю, если у вас форма силиконовая, не кладите на сетку, а кладите на жаровню, так как поверхность должна быть ровной, если у вас форма силиконовая. Вот такая красота у нас получилась. Она должна остыть в форме и только потом достаем из формы. Можете деревянной шпажкой попробовать на готовность. Друзья, я уже достала из формы, так как форма у меня силиконовая. А если у вас обычная форма, то пускай остынет в форме. А если силиконовая, то минут через пять надо из формы достать. Вот посмотрите, какая красота. Вот такая у меня форма. Перевернула и вот с другой стороны получилась такая красота. Готовлю глазурь. Помадку так называемую. Здесь у меня какао, сахар, молоко и сливочное масло. Даже если нет молока, можно и воду вместо молока. чик. вот посмотрите какая в разрезе нежная нежная вкусная вкусная запеканка можно назвать запеканкой творожной а можно и творожным тортом 10 4 2 3 4 5 5 8 9 10 11